В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. Во дворце культуры города Видное прошло торжественное мероприятие, посвященное Международному дню пожилого человека. Никогда не унываю. Пою, пляшу и веселюсь. Депутат Московской областной думы Владимир Жук проверил код работ по замене газового оборудования в домах по строительной улице. Эта работа идет за счет фонда капитального ремонта. Модернизируется газовое оборудование. Киевский писатель, журналист и сторонник канонической Украинской православной церкви Ян Таксур получил российское гражданство. Огромное спасибо тем, кто сегодня присутствует здесь, люди, которые меня взобождали. Низкий поклон всем, кто молился о моем освобождении. В Дворце культуры города Видное прошло торжественное мероприятие, посвященное Международному дню пожилого человека. С праздником представители старшего поколения видновчан поздравили творческие и музыкальные коллективы округа. Моя сердечная, старинная, но вечная. Жизнерадостные участники хора «Верные подруги» встречали гостей праздников в фойе Дворца культуры. Участница вокального коллектива – 88-летняя Раиса Козельская. На своем примере доказывает – возраст не помеха для творчества и активной жизни. Такая у меня сила воли, всегда впереди, всегда-всегда-всегда никогда не горевала, всегда занималась спортом и никогда не унываю. Пою, пляшу и веселюсь. На мероприятии прекрасные дамы могли воспользоваться услугами мастеров одного из видновских салонов красоты и сделать праздничную прическу. Это очень приятно, вы знаете, такие мастера делают из нас красавицы. Я просто не забиралась этого делать, но посмотрела на результат, который здесь получается до и после, и решила тоже, что я сделаю что-нибудь. Вот сейчас я жду, какой у меня будет конечный результат. Чтобы улучшить их праздник, поднятием настроения, было очень много у нас сегодня дам, желающих к нам подойти. А вот Галину Каневскую и Галину Хаваеву заинтересовал мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству. Я всю жизнь шила, вышивала, поэтому как бы показали немножко, и этого достаточно. Я увлекаюсь всеми. Я в 70 лет научилась рисовать, поэтому мне все интересно. Хотико делаем в меру упитанного, ну красивого, рыженького, интересного. И какие материалы используют? Вот видите, исходя из перчаточки начинается, а потом вот такой зверюшка получается. Далее все участники мероприятия были приглашены в концертный зал. Со сцены в адрес виновников торжества прозвучало много теплых слов и поздравлений от официальных лиц. Все и каждый из вас не просто энергичны, не просто мудры, не просто неравнодушны и заботливы. Вы удивительно щедры. Вам ничего не жаль, ни времени, ни сил. Вы готовы делиться как с молодежью, так с любым, кто нуждается вообще в вашей заботе и помощи. Вы нашу даму, да? И вы тратите и время, и здоровье, и возможности на то, чтобы делать наш Ленинский городской округ лучше. Поэтому действительно искренне вам за это спасибо, за то, что вы всегда в движении. Главной частью мероприятия стал праздничный концерт творческих коллективов Ленинского городского округа. Но все уже не обморная, живопады и свободная. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Ко дню пожилого человека местный предприниматель Андрей Макалкин вручил продуктовые наборы людям старшего поколения. Все подробности в следующем сюжете. В общественную организацию «Дети войны» входят те, кто родились в период с 1928 по 1945 год. Это особая категория граждан. Пусть они и не принимали участие в Великой Отечественной войне, но в полной мере ощутили тяготы тех лет. Местный предприниматель Андрей Макалкин известен тем, что по мере возможности помогает людям старшего поколения. Вместе с председателем организации «Дети войны» Владимиром Безбожиным он навестил членов общества. Получаю какое-то душевное удовлетворение, когда понимаю, что этим людям от этого становится легче жить, проще жить. Они благодарят вот так вот все по-честному. Многих уже по несколько раз поздравляются с разными праздниками. «В нашей организации состоит более 4 тысяч человек. Это все пожилые люди, которым за почти 80 лет, которые родились с 1928 по 1945 год. И вот этот возраст, 80, 85, 90 лет, мы пытаемся всегда каким-то образом отметить их юбилеи, особенно круглые даты. А вот в 1 октября у нас будет День пожилого человека. В этот день мы всегда пытаемся тоже, помимо того, что поздравить каким-то образом, вот подарить кому-то подарки, когда у нас получается такая возможность». Клара Грачева больше 50 лет работала в органах государственной безопасности и ушла на заслуженный отдых. В этом году ей исполнилось 87 лет. Несмотря на свой преклонный возраст, она ведет активный образ жизни. «Лично я хожу в бассейн, вот, потом хожу в театр, хожу на выставки, лично для тебя. Но очень я довольна и поздравили, и прям, знаете, что действительно вспомнили». Всего было подготовлено 30 таких наборов. Любая помощь от неравнодушных людей всегда приятна. «Спасибо, благодарю вас всех». В Ленинском районном отделении организации «Дети войны» Андрею Макалкину вручили памятную медаль за помощь жителям округа, которую он оказывает на протяжении многих лет. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Депутат Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Владимир Жук посетил Ленинский городской округ. В рамках рабочего визита парламентарий проверил ход работ по замене газового оборудования в домах на улице Строительная. Перед началом работ представители управляющих компаний размещают объявления в подъездах и на информационных стендах. С жителями согласовывают время проведения процедуры. В день начала работ подача газа прекращается. Чтобы заменить трубы во всем доме, специалистам достаточно двух рабочих дней. «Какие неудобства? Ребята молодцы». «Быстро, да, все делают». «Конечно». «Особых так неудобствах?» «Нет, малыши». На объекте трудится бригада из 12 человек. В таком составе рабочим удается поменять оборудование за неделю в двух домах. «У них было с подъезда, вот она найдет старый парк. То есть у них идет по всей квартире. Сейчас мы проложили фасадный газопровод, и вход у нас теперь с улицы. Заходите, а это пошел стояк? Это пошел стояк уже до пятого этажа. И так в каждой квартире? Да. В перечень работ входит замена фасадного газопровода и внутридомового оборудования, а также установка защитных сигнализаторов. «Работы идут за счет фонда капитального ремонта. Модернизируется газовое оборудование. В свете последних событий, которые мы в Подмосковье знаем, они не очень хорошие. Поэтому, конечно, это в первую очередь работа нужно проводить. Они связаны с безопасностью». Плановая замена труб позволяет повысить безопасность использования внутридомового газового оборудования и предотвратить возможные инциденты из-за износа сетей. «Замена газового оборудования и внутри дома, в каждой квартире эта работа идет, и снаружи. И для жителей не вызывают таких беспокойств, неудобств больших». В муниципалитете по программе капитального ремонта проведут полную замену системы газоснабжения в более чем 60 домах. В муниципалитете продолжается прививочная кампания против гриппа, а также коронавируса. Обычно вакцину ставят в поликлиниках и амбулаториях. Но по необходимости эта медицинская процедура проходит и на дому у пациентов. К ветерану Великой Отечественной войны Александру Ковальчуку пришли врач-терапевт и медсестра. «Да, так и есть. 140. 90». Артериальное давление в норме, уровень насыщения крови кислородом высокий, температуры нет. 98-летний житель развилки Александр Ковальчук к прививке против коронавируса готов. Для ветерана Великой Отечественной войны это будет уже ревакцинация против опасной инфекции. «Как первый раз перенесли?» «Да, знаете, так, немножко как-то день-полтора. Не то, что я лежал там, просто какое-то немножко прибитое самочувствие было». «Легкое недомогание?» «Да, легкое недомогание, вот именно». В этот раз симптомы после прививки должны быть еще менее выраженные. Максимум – небольшая температура и, возможно, боль в месте укола. Процедура заняла всего несколько минут, но польза неоспорима. «Сейчас отмечается рост заболеваемости, повышается сезонными ОРВИ, гриппом, ковидом. Поэтому, конечно же, мы рекомендуем всем людям прививаться, особенно те, кто относится к группам риска. Это пожилые люди, у которых есть какие-либо хронические заболевания, но не в стадии обострения. Также это медицинские работники, социальные работники, госслужащие». «Сезонное явление, я не уверен, что оно так легко закончится. Поэтому лучше всего на всякий случай сделать, чего я и всем желаю». С пожеланиями здоровья ветерану Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. Киевский писатель, журналист и сторонник канонической Украинской православной церкви Ян Таксюр получил российское гражданство. Церемония вручения паспорта прошла в Видновском историко-культурном центре. Ян Ильич Таксюр открыто выступал против действий киевской власти, а также выражал поддержку канонической Украинской православной церкви, защищая единство русского православия. За эти взгляды он провел пять месяцев в украинской тюрьме. Торжественное мероприятие по вручению Яну Таксюру паспорта гражданин Российской Федерации открыл первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа Альберт Гравин. Ян Ильич, что у вас еще остались жизненные могучие силы для того, чтобы продолжать вашу православную деятельность для укрепления дружбы, добрососедства и доносить для всех слоев населения вот ту идею, которую вы в своем сердце принесли за все это время. В мае 2023 года в результате обмена военно-пленными писатель прибыл в Россию. Ян Таксюр получил российское гражданство при содействии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Началось с моего письма, которое я написал, будучи под судом. Святейший Патриарх ответил на него. И все началось именно с этого. Прошло еще год, и я оказался на свободе. Огромное спасибо тем, кто сегодня присутствует здесь, люди, которые меня освобождали. Низкий поклон всем, кто молился о моем освобождении. Новый гражданин Российской Федерации планирует продолжать просветительскую деятельность, направленную на продвижение идеи русского мира и поддержку православия. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова